Лужанин под псевдонимом Картавый дозиметрист, вооружившись приборами для измерения радиации магнитных полей, решил проверить безопасность нахождения людей в различных местах Лужского района. Результаты своих исследований он публикует на ютубе на канале Луга Антирад, рассказывая своим зрителям об уровне радиации, причем понятным языком. На площади мира и у памятника Ленину исследования не показали опасности. Хотя постамент памятнику Ленина чуть более радиоактивен, чем улицы города, но все же это нормальный фон гранита. Пока поиски горячих мест в Луге успехом не увенчались. Все проверенные объекты оказались чистыми. Теперь Картавый дозиметрист решил измерить уровень радиации в полях Володарского сельского поселения, а заодно и у культового камня-чашечника Параскева-пятница. Более тысячи лет назад огромный валун с углублением посередине был объектом поклонения. У него совершались религиозные обряды, а может и жертвоприношения. По преданиям, в углублении камня-чаше никогда не пересыхает вода, а если оставить камню жертву, хотя бы монетку, можно излечиться от болезней. Впрочем, предания преданиями, а радиацию Параскева-пятница излучает, как любой нормальный гранитный валун. Оказалось, камень излучает радиацию неравномерно – от 30 до 80 микрорентген в час. Это обусловлено как неоднородностью гранита, так и трещинами в нем, через которые выходит излучение от внутренних слоев камня. Вот здесь 0,73 микрорентген в час, а там было всего лишь около 0,5 микрорентген в час. То есть, считай, на 20 микрорентген больше. В окружающих камень-полях и у деревьев вокруг сакрального камня уровень радиации оказался в пределах нормы. Магнитное излучение также не было обнаружено. Зато у трещины на камне дозиметр показал повышение радиационного фона. Засек здесь повышенный фон. Вот здесь вот самое сильное излучение, которое смог найти на этом камне. Так здесь солнечный фонет. Здесь разлом, видимо, из-за него. Проба воды, сделанная с помощью смоченной в чаши камня салфетки, оказалась чистой. То есть, она не накопила радиацию от гранита. Мы выяснили, что данный гранитный монолит не представляет угрозу для жизни и здоровья человека и является обычным гранитом с обычным радиоактивным фоном, которым вполне даже, скорее всего, можно облицовывать памятники. Судя по показаниям радиоактивного фона, он лишь чуть-чуть выше, чем облицовка у памятника Ленину. В поле мы намерили в районе 12-13 микрозивертов, сотых микрозивертов в час. На самом горячем месте камня мы зафиксировали около 83 микрозивертов в час. Вода из чаши этого камня не показала превышение фоновых показателей. То есть, если она и имеет какую-то радиоактивность, то она микроскопическая. Однако уже в полуметре от камня радиационный фон приходит в норму. Местным жителям опасаться нечего. Картовый дозиметрист будет продолжать свои исследования. И если обнаружит что-то интересное, мы обязательно об этом сообщим.